Радостно и торжественно верующие встречают Великую Святыню, Казанскую икону Божией Матери, принесение которой состоялось в праздник Троицы. Икона прибыла в Симбирск по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках Всероссийского молебна о Победе. Всего у нас в этом году запланировано 67 регионов Российской Федерации, 51 из них это автомобильный маршрут, остальные это авиационный маршрут. Сейчас уже пройдено 24 региона, вот сейчас Ульяновск, 24 регион, святыни поклонились уже более 300 тысяч человек. Московский список Казанской иконы Божией Матери – икона русских побед. Искусствоведы относят написание этого образа примерно к 1580 году. Святыня была обретена Святейшим Патриархом Московским всея Руси Кириллом осенью прошлого года. Как вначале он думал, это хорошая копия, но после проведения экспертизы оказалось, что это подлинник того списка Казанской иконы, перед которым молился князь Пожарский своим ополчением перед началом штурма Москвы. Перед Казанской иконой митрополит Симбирский Новоспадский Лонгин в сослужении духовенства епархии совершил молебен Божией Матери. В собор, навстречу чудотворной иконы, прибыло множество прихожан городских храмов и паломников. Принесение святыни стало для них радостным и долгожданным событием. Потому что это объединяет людей, то есть мы сегодня собрались и совпало так, что сегодня как раз праздник Троица, и иконы Божией Матери принесли, и частица пояса Пресвятой Богородицы здесь. Это все объединяет людей для общей молитвы, когда мы молимся все вместе, наша молитва быстрее, я думаю, доходит до Бога. Затем митрополит Лонгин совершил праздничную божественную литургию в кафедральном Спасо-Вознесенском соборе города Ульяновска. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. День сошествия Святого Духа на апостолов считается днем рождения Церкви. На 50-й день после воскресения, когда апостолы находились вместе и молились, по обещанию Спасителя на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. Теперь каждый из них получил возможность говорить на разных языках и проповедовать Слово Божие всем народам. По окончании литургии была совершена Великая Вечерня с чтением коленопреклонных молитв. Коленопреклонными эти молитвы, составленные святителем Василием Великим, называются, потому что духовенство и верующие во время их чтения впервые после праздника Пасхи встают на колени. Коленопреклонные молитвы читает священник, стоя на коленях в царских вратах, обратившись лицом к народу. Эти молитвы содержат прошение о милости Божией, о неспослании всем христианам Духа Святого, об упокоении душ усопших сродников. Тебя мы молимся, и Тебя, Владыка Человека Ленивый, просим. Тебя, Отца Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, нас ради человека, и нашего ради спасения, сошедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святаго, и Марии Преснодевы, и прославленной Богородицы. По завершении службы митрополит Лонгин поздравил с праздником всех собравшихся на молитву прихожан. День Святой Троицы – это день, который мы называем днем рождения Христовой Церкви. По обетованию данному Спасителям своим ученикам на них сошел Дух Святый, Третий ипоста Святой Троицы. Святой Дух и сегодня действует в Церкви Христовой. Мы получаем его дары, исподавляем с них таинство крещения и миропомазания. Мы живем, движемся, и все вокруг нас существует благодаря живительной и всесовершенной силе Духа Святаго, пришествие которого мы празднуем в этот день. Губернатор Алексей Русских поздравил православных христиан Ульяновской области с Днем Святой Троицы. По благословению Патриарха Московского Сея Руси, в этот день Ульяновская область встречает московский список казанской иконы Божьей Матери. И мы рады принять на своей земле эту чудотворную святыню, чтобы провести перед ней молебен о победе нашего воинства, русского духа и все сокрушающие веры. Глава региона вручил митрополиту Лонгину почетный знак за заслуги перед Ульяновской областью, за значительный вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, плодотворную общественную и активную просветительскую деятельность. По окончании богослужения Алексей Русских, митрополит Лонгин и гости торжества посетили праздник, организованный в сквере у Спаса Вознесенского собора. Для жителей города было организовано множество интересных игровых площадок и мастер-классов. Централизованная библиотечная система. Мы организовали вот такую вот интерактивную площадку. Мы здесь и рисуем, и православные храмы собираем, пазлы. И сотрудники библиотек тоже также мастерят в честь праздника Святой Троицы. С начала июня в Ульяновске стартовала традиционная благотворительная акция «Помоги собраться в школу», целью которой является оказание помощи нуждающимся семьям с детьми-школьниками в подготовке к учебному году. Митрополит Лонгин, глава города Ульяновска Александр Балдакин и председатель городской думы Илья Ножечкин вручили комплекты школьных принадлежностей будущим первоклассникам. На городском празднике была представлена площадка движения «Симбирская православная молодежь». Православные добровольцы в этот день распространяли миссионерские буклеты и духовную литературу, а также рассказывали горожанам об основных направлениях деятельности православного молодежного движения. Сергей Николаев, Юрий Конихин, «Симбирская митрополия».